Я передалась на такую достаточно широкую тему, и я бы хотела начать с того, что сам концепт гражданского образования достаточно включает в себя много компонентов. Я бы выделила вот основные моменты, да, то есть, во-первых, это обучение правам человека, это воспитание толерантности, вот о чем вы говорили, да, это однозначно воспитание активной гражданской позиции, и что наиболее важно, на мой взгляд, это обучение человека действовать в новой социальной среде в тех институтах, которые появились у нас в начинстве 90-х годов. То есть, ну, я думаю, все вы прекрасно помните, что там до 90-х годов наше общество представляло собой пирамиду, так, где государство как-то пронизывало все сферы общественных отношений, а потом уже стали появляться новые институции, такие как бизнес, такие как гражданское общество, то есть партии, общественные организации, и в новой модели открытого общества все эти институты, они должны быть сравнены с государством, бизнесом, гражданским обществом, независимым СМИ, и все они должны действовать на каких-то перецептных основаниях. Но мы столкнулись с целым рядом проблем в сфере гражданского просвещения и гражданского образования, которые тоже хотелось обнаружить. Первая проблема – это, да, у нас появились новые институты, у нас появились новые законы, но как обучить людей, как бы действовать в этой социальной среде? Не было тех кадров, которые могли бы действительно обеспечить качественный уровень гражданского просвещения, потому что люди все-таки были с советской закалкой, да, то есть с какими-то своими понятиями, и очень часто даже до сих пор мы встречаем такую позицию, что гораздо легче пойти там каким-то проторными дорожками, по закону, да, вот это уже было принято. И даже сейчас я слышу от многих молодых людей, что вот, законы, эти институты, это все не наши, да, то есть это нам не подходит, мы другие. И на самом деле, на мой взгляд, это свидетельствует о очень низком уровне политической культуры, то, что люди как бы признают, что да, вот было государство, мы решали все проблемы, вот так, по сути, и должно быть сейчас. Значит, вторая проблема, которая, на мой взгляд, тоже заслуживает внимания, это то, что очень мало у нас сейчас организаций, которые могут обеспечить как раз-таки качественный уровень гражданского просвещения. Ну, также, начиная с 90-х годов, создавались различные межрегиональные сети, это и школы публичной политики, и правовые фонды, типа мемориалы и прочее, и все они работали по принципу такого народничества, то есть приглашали людей, известных экспертов, профессоров московских вузов с выступлениями, с семинарами для местного сообщества. Но почему, к сожалению, этот народничество в России как-то не проходит? И уже к настоящему моменту таких фондов, таких организаций становится все меньше и меньше. Начиная с 2004 года пошли сильные сокращения, То есть, если до 2008 года у нас функционировалось 112 просветительских фондов, которые обеспечены, там, просветительские программы сферы гражданского образования, то после 2008-го беспрепятственно таких фондов, которые могли бы беспрепятственно функционировать на территории Российской Федерации, осталось 12, то есть практически в 10 раз. И третья проблема, она как бы вытекает из... Второе дело в том, что в гражданском образовании практически не заинтересовано государство. То есть у нас, в отличие от тех же стран западной и восточной Европы, где существуют целые целевые программы, посвященные этому вопросу, когда выделяются отдельные деньги, то есть есть, существует бюджет. У нас таких программ, если я не ошибаюсь, на государственном уровне все-таки нет, вот, общих, которые бы охватывали все регионы. То есть, по сути, пошло сокращение там каких-то общественных инициатив, но в замену не было предложено что-то взамен. И, возможно, я хотела бы поделиться своей мыслью по этому поводу, возможно, проблема заключается в том, что у нас до сих пор на государственном уровне не возникло понимания, что же такое гражданское образование, то есть нет договоренности в термине. Очень часто сейчас гражданское образование заменяется термином патриотизм, да, то есть воспитание патриотизма. И на мой взгляд, патриотизму сложно обучить все-таки это чувство, это эмоции, это как бы бессознательная любовь к своей Родине, да. Другой вопрос, что да, мы должны обучать школьников, студентов тому, как правильно функционировать в том правовом поле, который существует у нас сейчас, как проявлять активность на гражданскую позицию, не выходя на митинги и пикеты, а пользуясь теми институциями, которые существуют, это общественная организация и партия, да. То есть вот на это надо бы сделать действительно, на мой взгляд, какую-то вот уклон в эту сторону, а не в сторону того, что патриотическое воспитание. Все, спасибо. Спасибо огромное. Ну вот как раз и сидим и разговариваем про то, что... Спасибо.